Здравствуйте, Армения, как мы видим, уже третий раз подряд осуществляет провокации. Мы понимаем, конечно, что эта страна уже в который раз идет на такую эскалацию в преддверии нового очередного раунда переговоров. И, естественно, не хочет принять никакие реалии. Вот как вы считаете, все-таки, на какую такую неведомую помощь и с чьей стороны они рассчитывают? Вы знаете, они все время это делали и в прошлом. Если посмотреть за прошлые 30 лет между первыми и вторыми карабахскими войнами, шли переговоры, они опять-таки захватывали территории, они очищали население азербайджанское, этнические чистки делали. Эти переговоры шли и в Москве, и даже были переговоры в рамках ОБСЕ. Но, тем не менее, эти все переговоры были для того, чтобы показать и в регионе, и в мире, что они хотят мира, они ведут переговоры, а вот агрессор все же является Азербайджаном, и поэтому им приходится защищаться. И они даже выдумали такое название своим террористам, который называли self-defense. То есть они занимаются самозащитой от агрессора. То есть термин террористы, агрессоры, вооруженные боевики, они поменяли вот на такое название, как самозащищающиеся силы. Сейчас, после Второй Карабахской войны, кажется, их пугар не остыл. Опять продолжается какой-то дежавю. Они ведут переговоры, их министр иностранных дел приезжает и в Вашингтон, и также в Брюсселе. В прошлом были переговоры. Сейчас опять 14 мая будет встреча в Брюсселе. При посредничестве Шарм-Мишеля. Но я, откровенно говоря, скептически сейчас отношусь к тому, что ожидать от них. Ведь вот этот обстрел от дронов, который они получают от Ирана, и сегодня, мне кажется, что страны, как в регионе, ряд стран, они не заинтересованы в том, чтобы Азербайджан, Армения подписали мирный договор. И мне самому тоже, в общем-то, очень скептически все это кажется, что сама Армения, есть ли в Армении движение за мир, есть ли в Армении движение за подписание мирного договора, является ли это просто какой-то ширмой для выигрыша времени, для того, чтобы получить какое-то вооружение. И странно, что такая страна, как Франция, собирается также вооружать Армению. Насколько это изменит баланс сил в регионе, насколько им поможет, реваншистским силам. Но подогревать реваншизм, безусловно, такая поддержка военная со стороны Франции окажет, естественно, медвежью услугу Армении. А на самой ситуации в регионе, как вы думаете, как это отразится? Я думаю, что это очень опасная тенденция, потому что сегодня Европейский Союз и Соединенные Штаты Америки, их дипломаты, все свои силы направили на то, чтобы стороны подписали мирный договор, и была осуществлена демилитация границ, и в конце концов началось движение по дороге из Лачина, из Армении через Лачинскую дорогу в Карабах, и через Азербайджан, через Меглинскую дорогу, в Зенгизур, в Нахичевань. Ведь все должно быть в этом мирном договоре, должно иметь как бы зеркальное отражение. Сегодня подняли очень большой вой армянской организации в США, во Франции, во всем мире, и политики этих стран, министры иностранных дел, госсекретарли США поднимают вопрос о том, что это было не своевременно сделано, то, что Азербайджан поставил КПП, контрольный пропускной пункт вопроса. Возникает о том, что если они завозят оружие на территории Азербайджана, и разные дроны, и мины, и прочее, и так далее, как это контролировать, кроме как не поставить это КПП. В любом случае, по этой дороге передвижения сейчас, мы знаем, есть мирного населения, людей с мирными намерениями, но, к сожалению, нет такого же движения между Азербайджаном и Нахичеванью. Так почему нет озабоченности у мировых политиков, дипломатов о том, что Азербайджан также не может осуществлять направление гуманитарной помощи или вообще движения людей между Нахичеванью и Азербайджаном? Поэтому, безусловно, сейчас вопрос стоит так, что какая бы страна, будь то Франция или Иран, или Россия, если начнут подогревать вот эти все реваншистские настроения, силы в Армении, это может привести к новому витку напряженности и военного противостояния. И я не уверен, что сейчас какое-то оружие Армении может помочь, потому что азербайджанская армия заняла все необходимые стратегические высоты, она готова отразить любые атаки со стороны Армении. И думаю, что сегодня надо думать не о том, чтобы какое-то оружие поставлять в Армению для изменения баланса сил, а надавить на Армению, чтобы она перестала играть кошки-мышки и подписала мирный договор для своей же национальной безопасности. Джейкон Вельн, вот сейчас поступает информация, опять же, которую распространила Миноборона Азербайджана. В 17.15 подразделения вооруженных сил Армении, дислоцированные в Зоцком направлении Басар-Кичарского района, опять вновь подвергли минометному обстрелу противоположной позиции азербайджанской армии. Вот смотрите, опять провокации не прекращаются, да, это уже вот вторая за день. Говоря вот о переговорном процессе, мы видим, что интенсивность явно, да, она вот неспроста, но вот азербайджанская сторона, то есть мы видим и заявляем, что наши ожидания пока не оправдались. Почему все-таки нет результатов? Результатов нету, и я, как уже отметил, ультранационалистические круги внутри самой Армении и в диаспоре, они ведут Армению к пропасти. И им кажется, что сейчас может быть третья Карабахская война, в которой у них будет шанс опять оккупироваться азербайджанские земли. И нету сегодня в Армении партии мира, нету сторонников мира. Мы вас не слышим, Джейхун Мэль. Он то летит в Москву на празднование Дня Победы 9 мая, и непонятно, какие инструкции он получает в Москве, то он пытается через президента Макрона получить какое-то оружие. В то же самое время он хочет выглядеть здесь и голубем. И мне кажется, что этот человек несколько запутался, при том, что он слушает три стороны, что ему говорят в Америке, что ему говорят в Европе, и что ему говорят в России. И мы знаем по басне Крылова, как ВОЗ пытались с трех сторон тащить, и так ВОЗ вместо сдвинуть Лебич, Рагда, Щука не смогли. И вот это мне напоминает сейчас эту басню Крылова, в том плане, что со всех сторон пытаются сейчас Армению и Пашняна куда-то сдвинуть, да, но весь этот вопрос заключается в том, что корень, никто не хочет посмотреть проблемы, и корень заключается в том, что все страны, которые хотят быть в каком-то смысле брокерами мирного договора, они должны просто Армении тоже поставить ультиматум. Или ты подписываешь этот договор с Азербайджаном? Потому что Азербайджан заинтересован в мирном договоре, и он был заинтересован на протяжении всех этих более 30 лет подписать соглашение с армянской стороной. Они и переиграли свою карту в то время, потому что могли бы получить лучшие результаты, если бы подписали бы те принципы, которые им предлагала, так сказать, низкая группа в свое время. Ну, они решили, что они пойдут по своему пути и ошиблись. Сейчас тоже самое происходит. Они просто возят за нос практически всех и надеются, что каким-то чудом они опять смогут оказать какое-то международное давление на Азербайджан через своих союзников, так называемых, скажем, в регионе или через диаспору на территории, скажем, коллективного Запада. И таким образом что-то перепадет, потому что Пашинян явно сегодня не готов ничего подписывать. Он боится и потерять свою власть. Он непопулярен в Армении сегодня. И как бы сегодня на международной арене многие дипломаты не говорили о том, что есть прогресс в переговорах, есть определенные, нащупались определенные какие-то точки. Вот этот минометный обстрел как раз говорит о противоположном, что после поездки в Москву 9 мая сегодня мы видим вот такую агрессивное поведение армянской стороны. Поэтому я думаю, что Азербайджану надо быть очень бдительным с точки зрения безопасности своих границ, своей территории, быть готовым к всяким провокациям, которым надо будет отдать отпор. Я думаю, что когда они перебесятся и поймут, что вот эти все игры с соседями своими в регионе, которые их подогревают на определенный реваншизм, и непонятно, почему вдруг сейчас и Франция в общем-то в какой-то мере вошла в этот, скажем, клуб стран, которые подогревают реваншизм Армении. Скорее всего, Франция должна была быть в рамках Европейского Союза, Европейского Совета и коллективного Запада, наоборот, требовать от Армении в том, чтобы прекратили эти провокации и подписали договор, и в конце концов признали границу, и также вопрос о самоопределении, вопрос о том, что карабахские армяне могут получить свою государственность, отделиться. От этого они должны политически и дипломатически отказаться. Пока они прилюдно от этой политики не откажутся, я думаю, что все остальное будет просто притворством, которое мы наблюдали на протяжении уже более 30 лет. Спасибо вам большое за ваш комментарий. Я напомню, к нам подключался Джейхун Молазаде, политолог, бывший, временный, поверенный в делах Азербайджана в США. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!